Игумен Петр Мещеринов. Таинство покаяния. Подготовка и исповедь. Церковное понимание покаяния. Одной из важнейших сторон духовной жизни является покаяние. Не всегда, однако, оно понимается православными христианами как должно. В настоящей брошюре мы попытаемся рассмотреть связанные с этим таинством вопросы, с которыми приходится наиболее часто сталкиваться в пастырской практике. Сначала дадим определение. Покаяние – есть таинство, в котором христианин при раскаянии в своих грехах и исповеди их перед священником получает через него от Бога прощение и разрешение грехов. Мы сразу видим, что для совершения таинства нужны два действия. Во-первых, раскаяние и исповедь. Во-вторых, прощение и разрешение грехов священнослужителям, имеющим от Бога власть прощать грехи. О первом, то есть о необходимости исповеди, мы читаем в первом послании апостола Иоанна Богослова. Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. О втором действии. В Евангелии от Иоанна. Примите Духа Святаго, сказал Господь апостолом, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Сразу можно дать ответ на часто задаваемый вопрос. Зачем нужно идти к священнику, рассказывать о грехах? Недостаточно разве покаяться внутри себя, перед Богом? Мы видим, что нет, недостаточно. Господь дал власть прощения грехов не самому человеку, при мысленной исповеди их перед Богом, а церкви в лице апостолов и их преемников, то есть епископов и пресвитеров. Для того, чтобы они узнали грехи человека, которые именем Господа имеют благодать прощать, их нужно сообщить, сказать, назвать, то есть исповедать и засвидетельствовать перед священнослужителем свое раскаяние в них. Все церковные таинства соединяют человека с церкви, которая есть тело Христова. Это особенно касается таинства покаяния. Грех разлучает человека с Богом и его церковью. В таинстве покаяния происходит прощение грехов и воссоединение человека с церквью. Поэтому только в церковном священно действии, а не самостоятельно, совершается избавление человека от греха, в котором он кается. Вне церкви, даже если человек искренне сокрушается о своих грешных делах, разрешение от них ему взять неоткуда. Сразу перед нами встает вопрос, что же такое грех, чем он страшен. Выяснив это, мы поймем, что, собственно, происходит в таинстве покаяния. Грех есть беззаконие, определяет апостол Иоанн Богослов. То есть, нарушение воли Божией. Это нужно правильно понимать. Нарушить волю Божию – это не начальника на работе ослушаться. Воля Божия – не директива, не указ, формально принуждающий нас к чему-либо. Воля Божия – есть всесозидательное действие Бога, то, на чем держится мир, все бытие. И мы знаем из Священного Писания, что воля Божия – не какая-то равнодушная всемогущая сила, но благая, угодная и совершенная. Если мы нашими делами, мыслями, чувствами соответствуем воле Божией, любим ее, ищем ее, творим ее, мы тем самым приобщаемся изначальной гармонии мироустройства – благу, добру, совершенству – и пребываем в богоустановленном чине и порядке, соответствуем Богу и Божественной жизни и приобретаем мир, спокойствие совести, внутреннее, а нередко и внешнее, благополучие, блаженство и бессмертие. Если же мы волю Божию нарушаем, то тем самым идем против Божьего порядка мироустройства, то есть разрушаем, портим и извращаем самих себя и мир. И это не какие-то мысленные выкладки, это объективное положение вещей. Апостол Иаков пишет, «Сделанный грех рождает смерть», то есть разрушение и уничтожение, по причине отделения от абсолютного добра, правды, любви и красоты, то есть от Бога. Возникает вопрос, а как нам узнать волю Божию? Она открыта нам в Священном Писании, прежде всего, Нового Завета. Если мы будем усердно читать и изучать эту главную книгу Церкви, то ясно увидим описываемое в ней должное и недолжное нравственное и религиозное состояние человека и, прикладывая прочитанное к себе, сообразуем нашу жизнь с волей Божией. Сделанный грех нарушает законы бытия, прежде всего, духовные законы, и, следовательно, для человека он влечет за собой неизбежную ответственность. Если человек выйдет из окна пятнадцатого этажа, имея желание пройти по воздуху до соседнего дома, то он упадет вниз. Таковы законы физического мира. Совершенно несущественно, что человек думает и считает. Так и в духовной сфере. Если человек идет против законов Божьих, то, вменяет он себе в грех это противление Богу или нет, он пожинает определенные последствия, например, для гордости отступление благодати и предание бесам, для блуда – разрушение души, нарушение целостности человека и прочее. Конечно, грехи бывают разные. Есть грех не к смерти. Но любой грех, коль скоро он совершен, извращает, меняет в худшую сторону Божий порядок, разлучает человека с Богом в той или иной степени и влечет за собой последствия. Но воистину любовь Божия превосходит всякие человеческие несовершенства и немощи. Господь Иисус Христос в Своей Церкви дал нам великое и удивительное таинство покаяния. И теперь, если человек осознает свой грех, кается, исповедует его и получает в Церкви разрешение от него, то действием этого таинства грех уничтожается, и сглаживается из бытия, а душа исцеляется и получает благодатные силы на борьбу с грехом. Главное же, что происходит? Восстанавливается общение между Богом и человеком. Два вида покаяния. Но покаяние – это не только таинство. Покаяние есть, прежде всего, внутреннее действие, внутренняя работа человека, которая готовит и приводит его к таинству. Здесь можно различить, во-первых, покаяние, как вхождение или возвращение в Церковь от греховной жизни, и, во-вторых, покаяние, как делание человека уже церковного, то есть, как нравственное усилие души в борьбе с грехом и в понуждении себя на добро. Первое. Покаяние, как вхождение в Церковь. Евангельская проповедь началась ничем иным, как призывом к покаянию. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это первое, что сказал Господь, выйдя на проповедь. До этого к покаянию призывал святой Иоанн Претечи и даже крестил в покаянии, то есть, совершал символическое омовение грешника водою в знак очищения от исповеданных ему грехов. Апостольская, то есть, церковная проповедь также началась с увещевания о покаянии. После сошествия на апостолов Святого Духа, в первой же своей проповеди апостол Петр сказал, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Покайтесь и обратитесь, чтобы изгладились грехи ваши. В Священном Писании покаяние полагается необходимым условием для обращения к Богу и для спасения. Господь говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Покаяние радует Бога и угодно Ему. Так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. О чем здесь идет речь? Греческое слово метаноя, которое стоит в оригинале во всех процитированных отрывках Нового Завета, означает буквально передумать. А смысл этого понятия изменение сознания. Этим словом передается нечто большее, чем просто процесс умственной деятельности. Здесь подразумевается намеренное обращение, в котором участвуют сердце, воля и сознание. Это изменение образа мыслей, приводящее к изменению поведения, причем подразумевается здесь именно религиозный аспект – обращение от греха и лжи к Богу, истине и добру. Таким образом, покаяние в собственном смысле слова есть изменение сознания и решительная перемена всей своей жизни, осознание своих грехов и оставление их, обращение к Богу и устроение своей жизни на новых евангельских началах. Покаяние предполагает определенное состояние души, когда человек осознает и чувствует свою ущербность без Бога, падшесть, болезненное состояние от бремени грехов и пленения ими, то, что святитель Феофан Затворник называет «крайней бедой без Бога». Вместе с тем, нежелание больше жить по-старому, нужду во враче, жажду исцеления души. Когда на такую почву, на такое настроение души падает благодатное семя евангельской проповеди, тогда человек обращается к Богу, не только мыслью, но и всем сердцем принимает Бога, заполняя и освящая им всю Такое обращение к Богу происходит прежде всего через принятие таинства крещения. В наше время многие люди, крещенные в детстве, но не воспитанные как христиане, заглушившие благодать крещения нехристианской жизнью, входят в церковь через таинство покаяния. В этом смысле оно называется вторым крещением, или восстановлением, возобновлением крещения. В древности христиане, впадшие в тяжелые смертные грехи, воссоединялись с церковью через публичное покаяние и строгие епитимии. Сегодня исповедь всегда индивидуальная, тайная. Второе. Покаяние как нравственное делание. Но вот мы с вами вошли в церковь, через крещение или через покаяние. Как должна теперь строиться наша жизнь? Отринув грех и соединившись с Богом, мы получили от него в таинствах благодатные дары, и теперь наша задача сохранить, возрастить и приумножить эти дары. Для этого мы должны совершать определенный душевный труд, сознательное нравственное усилие над собой. Об этом говорит Господь. Царство Небесное силою берется, нудится, и употребляющий усилие восхищает, приобретает его. Усилие это должно быть ровным, постоянным, непрекращающимся. Чтобы нам постоянно возрастать во Христе, восходить от силы в силу. Но это идеал. В жизни такое ровное восхождение не часто встречается. Мы немощны, не способны на такое постоянство, на всегдашнее внутреннее напряжение. Мы стяжали многие греховные привычки и навыки, которые чуть ли не срослись с нашей природой. Устроение нашей внешней жизни совершенно не христианское, противное благочестивой жизни, да и дьявол рядом со своими соблазнами, искушениями, возбуждениями, страстей. В этих условиях мы часто рассеиваемся, помрачаемся, изнемогаем, ослабеваем и в итоге допускаем в нашу жизнь грехи. Правда, христиане все же с особым усилием блюдут себя от грехов смертных, хотя и они тоже по разным обстоятельствам бывают. Но и так называемые грехи не к смерти, хоть и именуются иногда повседневными, все равно остаются грехами, со всеми их действиями, прежде всего разлучением нас с Богом. Кроме того, под массой мелких грехов наша совесть, которой принадлежит главной роль в соблюдении внутренней чистоты, начинает замутняться, изнемогать, теряет свою силу. И тут снова открывается нам любовь Божия и принимает нас в таинстве покаяния, прощает грехи, очищает и восстанавливает совесть. Покаяние снова обращает нас к Богу и Церкви, восполняя наши немощные усилия на пути духовного восхождения. Нравственное, внутреннее делание, как вторая сторона покаяния, для нас очень существенно. И в связи с этим остановимся на том, как должна совершаться покаянная работа внутри нас, в чем нам каяться и как готовиться к таинству покаяния. Приступаем ли мы к нему впервые, как ко второму крещению, или прибегаем к нему регулярно, как уже воцерковившиеся люди. Учиться распознавать грехи. Первое здесь – внимание к себе. Возможность человека, как бы со стороны оценить свои дела и помыслы. Один из первых даров благодати Божией, которую Господь дает человеку. Как говорит святитель Феофан Затворник, грешник не может взглянуть внутрь себя, его будто выталкивает какая-то сила. Проснувшись утром, он тут же обращается вовне, начинает строить планы, мечтает, ему необходимо общение или информационный фон, он включает радио, телевизор, проводит весь день в суете, как бы вне себя. Приходя с работы, он тут же опять включает телевизор и засыпает под него. Оставь такого человека одного, без радио, без телевизора, без общения, он почувствует ужасную муку и дискомфорт. Когда человек взыщет благодать Божию, первое, что она делает, возвращает человека к себе, обращает его внимание на состояние души. Итак, при помощи внимания станем рассматривать свой внутренний мир. Прежде всего, нам станут явные грехи, совершаемые делом. Об этом нам ясно возвестит совесть, укрепляемая благодатью и просвещаемая Словом Божиим. За делами мы с вами увидим наши слова, а за ними помыслы. Помыслов у нас больше, чем слов и дел, поэтому в них сложнее разобраться совести. Но опытное внутреннее чувство воцерковленного человека по некоему закону может распознать и качество помыслов. Помыслы тоже имеют свою причину. их порождают сердечные расположения или привязанности и нередко стоящие за ними демонические силы. Те, в свою очередь, зависят от глубин сердца, почти скрытых от нашего сознания, от духа жизни, неких основ, определяющих все наше существование как личности. проще всего нам распознать качество наших дел, труднее помыслов, а еще труднее сердечных основ нашей жизни. Но распознавать греховные дела, слова, помыслы, а особенно их глубинных производителей, необходимо. Это то, чему, собственно, и нужно учиться христианину, науке внутреннего делания. Здесь важно уметь отделять свою богоподобную личность, данная от Бога устроения, от греховных навыков, страстей, и с Божьей помощью удалять из души все то, что портит, уродует, бесчестит нас. Так открывается перед нами поприще борьбы с грехом. Как бороться с грехом? Легче всего, хотя и это бывает трудно, не допустить грех делом. Гораздо труднее не грешить в помыслах и чувствах. И чрезвычайно трудно переменить сердечное расположение, то есть уврачевать свои страсти. Как же нам это делать? Всякий повод для дел нужно отсекать, а именно не ставить себя в ситуацию, ведущую греховному делу, заранее прогнозировать ситуации, в которых мы можем оказаться, с тем, чтобы обезопасить себя от соблазнов и прочее. Здесь необходимо рассуждение, благорассмотрение и внимание. Помыслам нужно противостоять, во-первых, не вниманием им, во-вторых, молитвою, в-третьих, противопомыслами, противочувствами, то есть противопоставлять греху добро, взращивая в себе противоположные греху добродетели. Наконец, страсти, борьба с ними, это настоящий крест. Здесь нужны терпение и смирение, а больше всего молитва, упование на Бога и неотчаяние. Противление страстям может продлиться очень долго, всю жизнь. Это зависит от стержанной силы страстей до обращения к Богу. Борьба с грехом – вещь многосложная. Здесь возможны как победы, так и поражения. Когда нами все же допущен грех делом, словом, чувством, мыслью. Когда это случится, не нужно впадать в смущение, отчаяние и прочее, а нужно сразу прибегнуть к покаянию. Внутренний чин и порядок покаяния. Покаяние, как внутреннее делание, не есть бессознательное, смятенное самоукорение души, не есть оно и некоторая внутренняя истерика. Покаяние имеет свой внутренний чин и порядок, который очень хорошо определил святитель Феофан Затворник. Вот что он писал. Покаяние есть, во-первых, осознание своего греха перед Богом, во-вторых, укорение себя в этом грехе с полным исповеданием своей вины, без перекладывания ответственности на других людей или на обстоятельства. В-третьих, решимость оставить грех, возненавидеть его, не возвращаться к нему, не давать ему места в себе. В-четвертых, молитва к Богу о прощении греха до умерения духа. Давайте разберем это определение святителя Феофана. Первое, осознание греха перед Богом, то есть непростая констатация греха, а именно греха перед Богом. Это предполагает, во-первых, веру, а во-вторых, обязательное личное отношение с Богом, связь с Ним, Богообщение. Это осознание не какое-то формальное протоколирование нарушения, а живое чувство того, что сделанное мною неприятное Богу. Я этим огорчил, обидел, оскорбил Бога. Покаяние не копание в себе и не холодный самоотчет, а живое ощущение, что грех разлучил меня с Богом. У кого такого чувства нет, тот в опасности законнического подхода к своей внутренней жизни, тот формально относится к покаянию. Второе. Укорение себя, то есть вменение себе ответственности за грех. Очень часто мы склонны перекладывать ответственность на обстоятельства, на других людей, на бесов, а себя оправдывать. Важно осознать, что именно мы неправы перед Богом. Третье. Нужно положить решение сопротивляться греху, не возвращаться к нему, чего бы это нам не стоило. Без этого покаяния не будет покаянием, а превратиться просто в некую лицемерную по сути констатацию факта. Нужно обязательно настроить себя на сопротивление греху, как показывает опыт, у всех нас особенно хромает именно этот пункт. Четвертое. Молиться Богу о прощении, потому что своими силами мы ничего не можем, а только Господь прощает нас, умеряет наше сердце, возвращает нам себя и утешает нас. Вот такое покаянное движение души должно совершаться всякий раз, когда совесть обличает нас в грехе, пусть хоть в самом малом. Для мелких грехов, скажем так, бывает часто достаточно этого внутреннего покаяния. Грехи же существенные, требуют уже вынуться их на исповедь, потому что сердце не умеряется одним лишь указанным покаянным внутренним деланием. Степени тяжести грехов Рассмотрим теперь грехи с точки зрения их тяжести. Есть грехи к смерти, смертные грехи. К ним относятся в числе прочих два рода самых распространенных и тяжелых грехов – блудный грех и грех гордости. Дела блуда всем ясны, а вот дела гордости для кающихся часто бывают непонятны. Грех гордости по отношению к Богу – это ожесточенное богопротивление, а по отношению к людям – жестокость и немилосердие. Блуд лишает нас нашего человеческого достоинства, нашей цельности, а дела гордости решительно отвращают от нас смиренного, милосердного и доброго Бога, как совершенно противоположное Ему. Это грехи, так сказать, объективные. Они всегда производят свое действие, разлучают нас с Богом, независимо от того, что мы об этом думаем. Прочие грехи, несмертные, усиливают или уменьшают свою греховность в зависимости от нравственного состояния души, то есть зависят от нашего субъективного расположения. Например, я не прочитал правила вечером. Грех это или нет? Если я пришел домой с работы, еле живой, упал в постель и заснул, конечно, это не грех. Если же я подумал, а, ладно, молитвенное правило, это все форма, надо жить духом, и, включив телевизор, до полуночи его смотрел и заснул под него, исполнившись нечистых образов от просмотренного. Это есть, безусловно, грех. Таким образом, многие дела попадают или не попадают в разряд греха в зависимости от нашего внутреннего расположения. И тут дело нашей христианской совести – определять, что есть грех, а что нет. Есть грехи мелкие, например, сказали кому-то колкость, или подщеславились, или разгневались, и проще, что бывает миллион раз на дню. Наконец, бывают ложные грехи, которые человек относит к страшным грехам, а они вовсе не являются таковыми. Это относится по преимуществу к обрядовой сфере церковной жизни. Как часто нужно исповедоваться? Но вот мы созрели, чтобы прийти в храм на исповедь. Сразу перед нами встают вопросы – в чем и как, когда и как часто нам исповедоваться? Общее правило такое – надо исповедоваться тогда, когда есть потребность, и исповедовать то, в чем укоряет совесть, будь то дело, слово, мысль или сердечное расположение. Исповедоваться всегда нужно полно, не утаивая, не смущаясь и не стыдясь ложным стыдом. Что обо мне батюшка подумает? Для батюшки грехи это не новость, он все это слышал сотни раз. Священник всегда радуется вместе со Христом, когда человек кается в своих грехах и чувствует к искренне кающимся христианину любовь, расположение и большое уважение, потому что всегда нужны мужество и воля, чтобы в своих грехах покаяться. Грехи смертные, если, не дай Бог, мы их допустили, нужно исповедовать как можно скорее, не оттягивая покаяния, потому что враг может нагородить множество препятствий, чтобы затянуть наш приход на исповедь с целью ввергнуть нас в уныние и отчаяние. То же самое и с первой исповедью. Когда человек хочет вернуться в церковь через покаяние, как через второе крещение, он не должен смущаться и, под предлогом ложного стыда откладывать исповедь на неопределенное потом. При воцерковлении наше участие в таинстве покаяния становится более или менее регулярным. Обычно, по традиции нашей церкви, оно бывает перед причастием. К такой исповеди мы готовимся, испытывая свою совесть. Как прожили период с прошлой исповеди? Какие греховные поступки, страсти, помыслы мы допустили? Дела, в которых нас укоряет совесть, нам нужно исповедовать всегда. Слова, когда они вошли в разряд дел, например, когда мы кого-то словом обидели. Для помыслов бывает достаточно того акта внутреннего покаяния, о котором сказано выше. Помысл отошел, и его не надо вспоминать. Но если грешный помысл вспоминается сам, если он назойлив, не отходит и ранит совесть, то нужно его исповедовать, стараясь при этом проследить его причину. И исповедовать надо не только сам помысл, но и сердечное расположение, от которого он происходит. Например, согрешаю таким-то нечистым расположением сердца, отчего происходят такие-то назойливые помыслы, а не «в 19.42, в 20.14 или в 21.28 пришел помысл такой-то». Грехи нужно называть так, чтобы исповедующий священник понял, о чем идет речь. Но в подробности, особенно плотских грехов, входить ненужным. Хорошо испытывать совесть заранее и записать все, потому что человек может на исповеди растеряться, смутиться и что-то забыть. Обычно внимательно живущие христиане более или менее свободны от явно греховных дел, и борьба с грехом переносится больше на помыслы. Соответственно, исповедь становится больше откровением помыслов, что хорошо для очищения совести и получения благодатной помощи для борьбы с грехом. Но здесь кроется опасность превращения исповеди в духовную беседу и выхода ее за рамки собственно таинства покаяния. Нужно заметить, что духовная беседа это не таинство исповеди, а скорее духовное руководство. О некоторых ошибках на исповеди Необходимо отметить несколько опасностей, которые могут нам встретиться в деле покаяния. Первое. Формальный подход к исповеди. Когда мы превращаем исповедь в сухой отчет о проделанной работе. Или когда идем на исповедь без внутреннего сердечного покаяния. Вроде и время пришло исповедоваться, а сказать нечего. Здесь нужно помнить, что таинство исповеди есть завершение и выражение внутреннего процесса покаяния и имеет свое значение только при его условии. Если мы исповедуемся без душевного покаяния, без главных четырех составляющих внутреннего делания, указанных святителем Феофаном, о которых сказано выше, мы подвергаемся опасности профанировать таинство, и оно может стать нам в суд и в осуждение. Не бывает такого, чтобы человеку было нечего исповедовать. Если мы ведем внимательную жизнь и следим за чистотой своей совести, то ежедневно замечаем в себе то, что требует очищения, потому что внутренняя брань с грехом не прекращается в нас ни на день. Если не дела и слова, то помыслы и чувства всегда требуют контроля, покаяния и благодатного исправления. Второе. Подмена исповеди. Когда человек не видит своих действительных грехов, преуменьшает или преувеличивает их, вменяет себе грехи мнимы или грехи маловажны, считает великими. Комара отцеживает, верблюда поглощает, по слову Господа. Или, говоря словами русской пословицы, из мухи делает слона, и из слона муху. Человек может каяться и угрызать себя, например, что он съел в пост печенье с непостным ингредиентом, каким-нибудь сухим молоком, или, что он не все молитвы из своего правила прочитал, и при этом не замечать, что он годами отравляет жизнь своим ближним. Сюда же относятся часто встречаемые преуменьшения или преувеличения грехов. Преуменьшение грехов всегда связано с самооправданием. Ничего особенного не делаю, грехи, как и у всех, или, ну, все же так живут. Но очевидно, что греховность нарушения заповедей Божьих ничуть не уменьшается от массовости этих нарушений. Преувеличение грехов проистекает от нежелания или неумения человека правдиво разбираться со своей жизнью. Во всем грешен, все обеты крещения попрал, во всем Богу солгал. Начинаешь разбираться, оказывается, что все же не во всем. Поезда под откос не пускал, от Бога не отрекался. Нужно всегда настраивать совесть по Евангелию, чтобы ясно видеть свои действительные грехи, немощи и страсти, а не прятаться за общими безответственными словами во всем или как все. Неточность в этом вопросе опасна, ибо она приводит к неправильному взгляду на себя, на отношения с Богом и близкими людьми. Третье. Привыкание к исповеди и обесценивание ее. Ничего что согрешу, неважно, есть исповедь, покаюсь. Это манипуляция таинством, потребительское к нему отношение. Такие игры с Богом всегда очень плохо кончаются. Бог строго наказывает человека за такое настроение души. От этого нужно беречься и всегда быть честным с Богом и со своей совестью. Четвертое. Разочарование в исповеди. Вот я годами хожу, каюсь, а страсть не отходит, грехи одни и те же. Это свидетельство того, что мы не смогли определить свою меру. Начитавшись аскетических книжек, мы решили, что за короткое время победим наши грехи и страсти. Но на это нужны десятилетия. Кроме того, Господь может промыслительно оставлять нам некоторые немощи и страсти, чтобы мы смирялись, не превозносились, не уповали на себя, а искали Бога и с терпением ожидали Его помощи, чтобы определилась и утвердилась в постоянстве наша христианская воля, чтобы наши свобода и произволение постоянно выбирали Бога. Со временем страсти стихают, если не давать им пищи, иметь над ними контроль и исповедовать их. Поэтому никогда не надо отчаиваться. Даже если к несчастью произошло падение, хотя всеми силами нужно не допускать его. Всегда нужно вставать, каяться, опять прибегать к таинству исповеди, подвязаться против греха и никогда не смущаться и не унывать. Надо настроиться не на год-два борьбы с грехом, а лет на пятьдесят, тогда будет легче. Семь раз на дню упадет праведник и встанет, говорит Священное Писание. Любовь Божия открыта нам, покаяние всегда доступно, вот и надо всегда прибегать к Нему с терпением и надеждой. Что такое епитемия? Теперь скажем несколько слов о епитемиях. Обычно, когда мы серьезно согрешаем, нам дают епитемию. Епитемия – это добровольное исполнение исповедавшимся христианинам по назначению духовника тех или иных дел благочестия – пост, молитва, духовное чтение, милостыня и тому подобное. Но часто ее понимают как заглаживание, искупление, уравновешивание греха. Это совершенно неправильно. грех в таинстве прощается и становится как небывший. Он изглаживается из бытия. Его нет, он исчезает. Заглаживать и искупать собственно говоря нечего, но остаются последствия греха. Если мы согрешили грех делом, то это дело встраивается в причинно-следственную связь жизненных событий и часто годами отражается на нас. И сам здравый смысл и священное писание в таком случае требуют, чтобы мы исправили содеянное нами зло, например, загладили обиду, вернули украденное, а если это уже невозможно, особенно старались совершать добрые дела, противоположные тому, что мы натворили. Это будет деятельным покаянием. Если говорить о внутреннем человеке, то разрушительное действие греха на душу как бы по инерции продолжается даже тогда, когда грех прощен. Святитель Феофан сравнивает грех с занозой. Занозу вынули, ее уже нет, но осталась рана, и она болит, нуждается в лекарстве. Тогда предпринимаются определенные духовные действия и упражнения в виде молитвы, чтения, поста или другого чего для врачевания этой раны. Чем больше и опаснее для души грех, тем больше противопоставляются ему дела благочестия. Епитемия не есть наказание, смысл ее педагогический, нравственный, чтобы помочь процессу покаяния. Самая серьезная епитемия – отлучение на какое-то время от причастия, чтобы человек не относился к святыне легкомысленно, ценил ее, с ответственностью проводил свою церковную жизнь. Кроме того, здесь преследуется духовно-врачевательная цель, как больной после операции нуждается в заживлении ран и лишь потом возвращается к обычному образу жизни, так и покаявшийся грешник посредством благочестивых упражнений приводит душу в порядок, а потом допускается к причастию. Итак, вот три вида епитемии. Первое отлучение на какое-то время от причастия. Время отлучения устанавливается индивидуально и в соответствии с церковными канонами и тяжестью совершенного греха. Второе исправление содеянного греха, если это возможно. Третье усиленные благочестивые занятия, молитва, чтение священного писания, псалтири и другое. Опасно, когда к епитемии относятся формально, что, к сожалению, часто встречается. Плохо также, когда епитемиями пренебрегают, потому что они важная часть процесса покаяния. Если мы на исповеди получили епитемию, будем стараться ее точно исполнить. Душа получит большую пользу. Если епитемия нам не по силам, нужно сразу сказать об этом священнику и совместно с ним определить ту меру, которую мы можем понести. Не нужно бояться или смущаться говорить об этом с исповедующим нас басюшкой. Священник обязан сообразовывать накладываемую им епитемию с внутренним и внешним состоянием человека. Вот мы кратко затронули основные темы, связанные с покаянием. В Таинстве покаяния Господь прощает нам грехи, воссоединяется своей церквью, очищает нас, как новым крещением. Оно, будучи регулярно нами воспринимаемо, восполняет недостаточность наших духовных усилий и дает нам благодатную помощь в борьбе с грехом. Участие в Таинстве обязательно должно сопутствовать внутреннее покаяние, состоящее в осознании греха пред Богом, укорении в нем себя, решимости не возвращаться к нему и сердечном обращении к Богу. И остался у нас еще один важный вопрос. Каково место покаяния в духовной жизни человека и с каким духовным настроением оно должно совершаться? Значение покаяния в духовной жизни человека. Важность этого вопроса заключается в том, что многие люди, столкнувшиеся с неправильным пониманием покаяния, не могут воспринять Таинство Исповеди, отвращаются от него и не входят в Церковь. Это псевдопокаяние выражается в следующих идеях. Я ничтожество, жалкий грешник, все во мне зло и грех. Мне приготовлены вечные муки, страшный суд, ад, погибель. Правда, есть шанс всего этого избежать. Этот шанс заключается как раз в том, чтобы каяться. И только каяться всю жизнь, всегда ощущая себя ничтожнейшим, грешным, уродливым, недостойнейшим существом, ни на что, кроме греха, негодно. Целью духовной жизни при этом становится исключительно убеждение себя в крайней своей греховности, тотальное самоугрызение и ожидание наказания, ибо всего прочего мы якобы абсолютно недостойны. Такую точку зрения очевидно можно назвать псевдоаскетической крайностью, исходящей из произвольного вырывания частного из церковного целого, пусть и важнейшего, но частного состояния в духовной жизни, и придания ему самостоятельного и всецелого значения. Есть сокрушение сердца правильное и полезное, к умилению его, и есть другое, беспорядочное и вредное, только к поражению. Говорит о правильном и неправильном действии покаяния преподобный Марк Подвижник. Выше мы говорили, что покаяние предполагает не просто осознание греха в себе, но именно признание своей вины перед Богом за этот грех. И это очень важно. Все переживания, которые связаны с покаянием, самоукорение, смирение, видение своих грехов и прочее, да и вообще вся духовная жизнь христианина, в истинном их смысле должны быть не просто человеческими чувствованиями, эмоциями, движениями души, сердца, ума, но переживаниями именно религиозными. То есть религиозные переживания истинны и правильны только тогда, когда они в Боге, пред Ним в уповании на Него и Его Церковь, когда они совместное действие благодати Божией и нашей души, но ни в коем случае не сами по себе. Я обращаю на это ваше особое внимание, ибо здесь корень всех религиозных ошибок. Только в этом контексте можно объяснить, что такое подлинное настоящее смирение. Духовные плоды покаяния и смирения. Надо сказать, что смирение, как никакое другое духовное качество, неправильно понимается людьми. В нашем обиходе под смирением понимает унижение, готовность к издевательствам над собой, некий мазохизм, пришибленность, задавленность личности и тому подобное. Но это совершенно не христианский, не евангельский взгляд. Смирение это не комплекс вины и собственной неполноценности, не убеждение себя в ничтожести, говоря языком психологии. Смирение это правдивое знание о себе и о своих отношениях с Богом, миром, другими людьми. Правда это заключается в следующем. Действительно, сам по себе я грешное, немощное и падшее существо, я несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Но это не вся правда. Это 10% правды. Если мы остановимся только на этом, это будет ложь, псевдосмирение, подмена. Другая часть правды, 90% ее, в том, что Бог не отринул меня, воплотился ради меня, взошел на крест ради меня, пришел и вселился в меня. И в его церкви я Христов, он Господь и Бог мой, а я его, я причастник его любви, милости, силы и правды. Это несравненно важнее моей греховности самой по себе. Я живу им и не хочу жить собою, своими страстями. И ради жизни с Богом, ради того, чтобы быть с Ним, чтобы благодатью Святого Духа восполнить свою немощь, я икаюсь, и молюсь, и воздерживаюсь, и борюсь с грехом, и соблюдаю уставы Церкви, а вовсе не для того, чтобы констатировать ежечасно, что я грешник, и чтобы изъесть себя. Главное здесь не человеческие грехи и немощи сами по себе, а то, что мы члены Церкви, члены тела Христова прежде всего, а потом уже больные, немощные, бессильные, грешные, какие угодно. Главное, чтобы в нашей духовной жизни на первом главном месте был Господь Иисус Христос, а не я со своей будто супергреховностью. Ни в коем случае нельзя рассматривать жизнь и человека исключительно с позиции греха. Смирение, как мы уже сказали, есть положительное религиозное явление, то есть такое, в котором сочетаются Бог и человек. Безусловно, блаженны нищие духом, безусловно, что унижающие себя возвысится, но при этом Господь говорит ученикам Своим, вы соль земли, вы свет мира, да светит свет ваш перед людьми. В смирении человек не должен терять видение своей греховности, и видение великой любви Бога к себе. Подлинное осознание своей греховности, не человеческое выжимание из себя отвращения к себе, но действие Божие, когда в свете пришедшие в душу благодати Святого Духа, человек видит себя так, как он есть, правдиво, безо всяких иллюзий. Видение своей греховности неверно в отрыве от видения себя солью земли, так же неверно и почитание себя светом мира, без осознания себя падшим существом. Одно без другого ошибка, которая приводит к гордости, то есть отпадению души от Бога. Обратите внимание, что не только духовное превозношение, но и неправильное самоукорение приводит человека гордости. Если же мы в самих себе правильно определим это соотношение, нащупаем правду о себе и о Боге, то тут же и обретем смирение. Оно свидетельствует в нас прежде всего двумя духовными плодами. Первое. В душу приходит мир от Бога, начаток духовной жизни. Без мира сердечного нет и не может быть настоящей религиозной жизни. В мире место его, говорит Псалом. Второе. Появляется правильное отношение к другим людям. Святые видели себя хуже всех. Это высокая мера, невозможная безобильного схождения в душу Святого Духа. Наша же, начальная мера, правдивое видение других людей, такими же перед Богом, как и я. Если я грешный человек, но любовь Божия принимает меня, то также Господь принимает и всех без исключения людей, независимо от их положения, социального статуса, сана, чина, взглядов и чего угодно. Признаки истинного покаяния. Покаянные чувства должны приносить человеку ни уныния и отчаяния, ни комплекс неполноценности, что бывает, когда мы лишаем покаяния вышеуказанного церковного содержания, а благодать Святого Духа. Это не восторги, ни экзальтация, ни кровяное разгорячение. Благодать Святого Духа свидетельствует душе тонким, мирным, радостным, смиренным, тихим, прохладным, истинно духовным чувством, дающим человеку мир, любовь и свободу, и как бы собирающим его в цельное и гармоничное существо, в то, чем он должен быть по замыслу Божию. По словам преподобного Макария Великого, это духовное чувство есть критерий правильности любого духовного делания, послушания, молитвы, чтения, хождения в храм, добрых дел и прочего. Если то, что мы считаем покаянием, приносит нам в душу не благодать Духа Святого, а смущение, тяжесть, чувство вины, внутреннюю истерику, самоедство, значит, мы покаяние понимаем неправильно. Притом, надо сказать, что покаяние не охватывает всего внутреннего делания, оно часть его, пусть важнейшее, постоянное, никогда не прекращающееся, но не всецелое. Покаяние невозможно без живой веры в Бога, без благодарения Бога и без многого другого. Иногда утверждают, что покаяние цель духовной жизни. Правда, покаянием должно быть растворено, по слову святителя Игнатия Бринчанинова, всякое наше духовное делание, особенно молитва, да и вся внутренняя жизнь, как неотъемлемая часть, как некое обязательное условие, должна включать в себя покаяние. Но покаяние это не цель духовной жизни, а важнейшее средство, цель духовной жизни. Цель духовной жизни – богообщение. И оно, как говорит святитель Феофан Затворник, должно свидетельствоваться чувством. Не на крыльях и не на ногах, но чувством приближаемся мы к Богу, говорит блаженный Августин. Покаяние, собственно, и восстанавливает это чувство богообщения. Вот главное, что совершается в этом таинстве, и вот его место в духовной жизни. Святитель Феофан пишет, что богообщение должно быть, пусть и в малой мере, постоянным, и, коль скоро оно не ощущается, нужно бить тревогу и искать его, в чем и заключается смысл любого духовного делания. И это вовсе не то, что запрещают святые отцы, дерзновенно искать духовных утешений, молитвенной сладости, откровений, видений, ощущений, считая себя как бы достойными их. Чувство богообщения совсем из иной области. Бывает, что Господь утешает душу, дает ей вкусить благодати Святого Духа, возможной для каждого из нас полноте, чтобы мы знали и ощущали цель наших внутренних трудов, что по очищении нас от страстей это будет неотъемлемым нашим достоянием, и чтобы мы трудились над собой. Очистим чувства и узрим. Слова пасхального канона. Но мы должны понимать, что утешение от Господа в его руке, а в нашей повседневной жизни это чувство Богообщения свидетельствуется иным, прежде всего и главным образом тем, что святитель Феофан называет ревностью о Богоугождении. Это твердая решимость, несмотря ни на что, ни на какие внешние обстоятельства, ни на внутренние скорби и уныния, быть христианином, быть с Богом и исполнять его волю в живом и непрестанном чувстве веры, благоговения и сыновней зависимости от Бога. И это фундамент, на котором стоит христианская жизнь. Богообщение есть, безусловно, дело благодати, о нем нужно иметь попечение, его нужно искать, блюсти, возгревать. Как раз этому и служит таинство покаяния. И еще об одном. Покаяние часто ассоциируется у нас с наказанием от Бога, и человек начинает себя пугать Богом, вечными муками, адом и прочим. Но мы должны знать, что этого ни в коем случае нельзя делать, нельзя себя пугать Богом. Покаяние это таинство любви Божьей. В нем мы соприкасаемся с ней. А если не так, то наше покаяние неправильное. Рассмотрим всем понятный пример. Мы называем Бога отцом. Но кто такой отец при нормальном семейном положении, разумеется? Отец дает жизнь, он всецело заботится о своем ребенке, он кормит и поет, он воспитывает и образовывает его, вдохновляет, поддерживает, утешает, радуется за него и наказывает, конечно, когда нужно. Но только это ведь не главное во взаимоотношениях отца и его чада. Если люди таковы, если таково человеческое отцовство, то кальми пачи Бог. Он ведь наш небесный отец, мы обращаемся к нему, отче наш, и покаяние наше, и самоукорение совершаются именно перед отцом небесным, не вжав голову в плечи, в ожидании ярости и наказания за всякую мелочь, а с сыновним доверием к нашему отцу и спасителю, и даже, можно сказать, другу, ближе которого нет. Он, если и наказывает, то с великою любовью, и уж в самых крайних случаях, когда без этого не обойтись, и покаяться, значит, вернуться именно к такому Богу, а не пугать себя им. То правда, что должен быть страх Божий, в любви к Богу нет места фамильярности, развязности, панибратства, вседозволенности. Но страх Божий – это не боязнь надзирателя в тюрьме, это благоговейное сыновнее чувство. И потом, нам ведь дана заповедь, первая, любви к Богу. Но любви не может быть в приказном порядке, она всегда возникает в ответ на что-то. И наша любовь к Богу откликается на любовь Бога к нам. Вспомните евангельскую притчу о блудном сыне. Он и попрал любовь отчую, и ушел, и нагрешил, но когда он вернулся из соображений, между прочим, не духовных, а из-за голода, как поступил отец его? Он увидел сына издалека и сжалился над ним, и побежал, и обнимал его, и целовал, и не сказал ни слова упрека, и почтил честью, и в первую одежду одел, и в дом вел, и устроил пир. И это только слабые человеческие образы Божьей любви. И именно она открывается нам в таинстве покаяния. Бояться больше всего нужно того, чтобы не оказаться вне Бога, что, собственно, и есть ад, и вечные муки. Итак, вот каково церковное понимание таинства покаяния. Не как самоистязание, но как положительное религиозное дело, то есть совместное от нас покаянное делание, от Бога таинства любви, восстановление нарушенной нашими грехами связи с Богом, любящим и милосердным Отцом Небесным. Приложение. Примерный перечень грехов для подготовки к исповеди. Грехи против Бога и Его Церкви. Маловерие. Сомнение в истинных веры. Произвольная трактовка догматического и нравственного учения Церкви. Хула на Бога, Божию Матерь, святых на Церковь. Отсутствие желания побольше узнать о вере. Неразборчивость в чтении, пренебрежение к изучению Священного Писания, церковных книг, суеверие, интерес к различного рода суеверным слухам, нетрезвому кликушеству, языческим обычаям, околоцерковному политиканству. Гадание. Вера в экстрасенсов и целителей, в астрологические прогнозы, увлечение чуждыми христианству, оккультными, теосовскими и прочими учениями, стремление совместить их с христианством. Кощунство, неблагодарность, ропот на Бога и предъявление Ему претензий за неудачи своей жизни, предпочтение заповедям Божьим человеческих соображений выгоды, комфорта и тому подобное. Восприятие Бога как гаранта благополучной жизни, потребительское отношение к Богу и Церкви. Недостаточная вера в милость Божию и, как следствие, отчаяние в своем спасении. Другая крайность – безрассудное упование на всепрощение Божие при сознательной греховной жизни и нежелание исправлять ее. Немолитвенность, нерадение к молитве как к личной, так и церковной, непонимание необходимости понуждать себя к ней. Формальное отношение к молитве, подмена ее вычитыванием правил или выстаиванием богослужения, рассеянность на молитве, разговоры, ходьба и отвлекающие от молитвы действия в храме во время богослужения. Нарушение церковной дисциплины, постов, молитвенного правила. С другой стороны, излишнее внимание к ним, когда уставы и средства, помогающего духовной жизни во Христе, становятся целью, что приводит к тяжелому греху фарисейства. Пренебрежение к церковной службе, редкое участие в таинствах исповеди и святого причащения, формальное к ним отношение, потеря благоговения перед святыней, магическое отношение к таинствам, когда их действие рассматривается в отрыве и независим от личного молитвенного труда. Предпочтение обрядовой стороны церкви нравственному евангельскому усилию души, выстраиванию своей жизни по Христу. Грехи против ближнего гневливость, вспыльчивость, раздражительность, отсутствие кротости и терпения, злоба на ближнего, неуважение к родителям, нежелание обеспечивать их в старости, снисходить, не раздражаясь к их немощам, неумение хранить мир в семье, повышенная требовательность, придирчивость к супругу, супруге, нежелание выслушать, понять, уступить другому, ревность, небрежение к воспитанию детей, необоснованное и неадекватное их наказание, соблазнительное поведение в отношении противоположного пола, измена супругу, супруге, приводящая к разрушению семьи, аборт, согласие с ним супруга, принуждение к нему, осуждение ближнего, черствость, жестокость, немилосердие, ненависть к людям, неуважительное отношение к старшим, превозношение себя над другими, подчеркивание своей значимости, потребительское отношение к людям как инструментом для своих целей, эгоизм, обман, ложь, неверность слову, лжесвидетельство, клевета, оговор, мошенничество, нечестность во всех ее видах, хищение, воровство, лихаимство, нажива на несчастье другого, лицеприятие, деление людей на нужных и ненужных, начальников и подчиненных, лесть, подхалимство, беспринципность, заискивание перед начальствующими, грубость, пренебрежение, невнимание к нуждам подчиненных, неумение и нежелание выстроить со всеми людьми ровные, мирные, уважительные отношения, заражение своими страстями других людей, потокательство чужим страстям, нежелание активно бороться со злом, заступаться за слабых и обижаемых, нежелание помогать людям в их нуждах, жертвовать своим временем и средствами ради ближнего, затворение сердца, хвастство, хамство, сквернословие, стремление к навязчивому дровоучению, фарисейское нежелание утешить, облегчить участь ближнего, ненависть к отдельным нациям и народам, к людям, придерживающимся других взглядов. Грехи против самого себя уныние, угнетенность, подавленность, отчаяние, ложь, нечестность перед собой, невнимание голосу совести, непонуждение себя на добро, непротивление греху, тунеядство, нежелание работать, учиться, развивать себя как христианскую и культурную личность, приверженность потребительской антикультуре, ложное смирение, позволение манипулировать собою, унижая свое христианское достоинство, излишнее увлечение бездумным потреблением информации, телевидение, газетные сплетни, курение, наркомания, неумеренное употребление алкоголя и прочее, блудный грех, нехранение себя от нецеломудренных впечатлений, сребролюбие, жадность, накопительство, излишняя расточительность, увлечение ненужными покупками, чревоугодие, объедение или пристрастие к определенной пище, усложжение себя, гневливость, неумение успокаиваться, мстительность, ленность, праздность, тщеславие, самомнение, гордость, эгоцентризм, обидчивость, а также и другие грехи, в которых обвиняет нас наша совесть. Субтитры создавал DimaTorzok,